Капитан Оптимизм, скажи, какой прогноз у нас ближайший? Ну хорошо, сегодня только 38, а потом 42, 44, а потом холодный фронт проходит, будет 36, 34. Да? Это Капитан Оптимизм, доброе утро, мы идем завтракать. Даже сейчас раскаленное утренним солнцем вот это вот поле уже смотрится страшно. А что же будет дальше? Надо, судя по всему, все дела делать сегодня, потому что завтра будет еще жарче. О, подтягивает нам трос. Ага, пони на нас тянет, отлично. Изумительный самолетик. Друзья, первый взлет на чемпионате мира. Видите, какая красивая девушка нас сопровождает. У-у-у-у-у, вот, и самолет. Закрывайся, шеф. Оп, подожди, только замки у тебя не работают. Так, есть контакт. Закрылся? Порядок? Закрылся, порядок. Тормоза проверяю. Есть тормоза, закрылок. Сразу можно с поля на четвертую позицию. Замок ты откроешь? Хорошо. Порядок. Так. Так, я взлетаю. Взлетаю. Угу. Взлетаем. Погнали. Как-то так долгенько он разгоняется. Ну что, температура такая? Жарко. Фу. Да. Скажу я тебе. Что? Ну, тяжело взлетели. Да, просто. Давай я. Ну, по руле, ладно. Да. Закрылки чуть-чуть уменьшаю. Да, друзья. 40 градусов, это вам не шутка. Летим за шмеликом. Или не шмелик это? Не, пони. Пони дохловат, да? Ну, еще что. Шмелик был бы повеселее. Но главное, в любом случае взлетели. В других странах вообще бы не полетели. Не полетели бы, да? Потому что... Ну, реально жарко, то есть уже по безопасности. Ну, они, наверное, как говорится, не первый же раз тут. Мне кажется, что они свои движки-то... Привыкли. Ну, не то, что привыкли, но настроены на это. Ну что ж, друзья, знакомимся с местностью. Ага, оказывается, мы живем рядом с каким-то достаточно промышленным центром. Как противно, трясет реально. А? Как противно, да, по-трядь, говорит. Да, тут промышленность. Такие думают. А, знаете, Марья Ивановна ругается на буксировщика. Говорит, что-то вы тут собираетесь буксировщик сбить. Ой. Какие-то понигороды, черепичные крыши. Вообще, что это за город, шеф? Что? Шегет? Что за город? Шегет? Ага. По тому же названию, как и... Марья Китер, молодая, браво. Тянут нас один самолет рядом, второй, дальше третий. В общем, все это достаточно быстренько работает. Единственное скороподъемность у нас дохлая. 1,4 метра в секунду. В Альпах в Сере нас поднимает где-то 2,5 метра. Последствия пожара. А, вот. Внизу вы наблюдаете овраг, который выгорел. Да, горелок обувь здоров. С аэродрома это просматривалось ужасно. Аэродром прямо по курсу. Там где-то в районе этого аэродрома и отцепят. Отцепились. Самолет их пошел на снижение. Как раз над сгаревшим полем. Да. Так, там гнад. Давай смотреть, где тут и как-то выкарабкаться. Ой, слушай, тут какое-то озеро огромное. Что? Это канал, где чемпионаты по гребле. А копкупаться-то можно? Ну, что-то вроде. Ну, сможем съездить. Сходить, съездить. Надо же. Друзья, смотрите, капитан оптимизм надрал. Надрал, сейчас к нам пошли. А, вот так вот. Вот он спортивный азарт. Еще не начались соревнования, уже. Видите, как рубится. Как рубится. Ручка аж летает. Ну, я буду показывать это мое полотенце. Протирать голову. Ну, что, это полотенце мыть фонарь. Ну, будет сегодня мыть голову. Ну, есть. Заговариваюсь от жары. Слушайте, у меня реально голова кружится. Да, подстарался змей к нам. Ну, давай. Фу. Сейчас полегче немножко. Проверяем мотор, как у нас запускается. Обязательно нужно записать звук. Так. Зеркальце. Мотор вижу. Не видно, что горит зелененькая. Ферня какая-то. Сейчас уберу снова. Добавь скорости чуть-чуть. Дай попробую. Оп, сейчас я уберу его. Я тебе дал ручку. Ага. Ну, вот. Выпускаем мотор. Ну, мы отсоединили там систему. Не надо было этих баков как-то. Да нет, все нормально. Все, он не дошел почему-то в первый раз до вертикалки. Запускаюсь. Я запускаюсь. Ну, и 2 минуты сейчас на горизонте погоняем. Хорошо. Но смотри этот аэродром. Запасной аэродром для нас. Если что, можем сюда приземляться. И стоят Ан-2, да? Пять Ан-2. Немного планиров. И по 7. Записываем, друзья, звук работы мотора. Не для того, чтобы высоты набрать. А именно, чтобы запись осталась. Ну, что, глушу потом? Глуши. Вот примерно так выглядит экран компьютера навигационного, когда летает. Вот такая толпень. Сейчас я попробую снаружи поднимать. О! Паровоз на паровозе. Конечно, в такой ситуации приходится вертеть головой на все 360 градусов. Чем, соответственно, занимается капитан оптимизм. А я, видите, вам снимаю контент-обойник. Да их тут тысячи. Табуны. Выше, ниже. Сбоку. Раком. Кошмар. Я бы сказал, что, ай-яй-яй, чуть не отморозил руку, но этот телефон правды будет, потому что температура за бортом на аэродроме сегодня 40 градусов. Завтра будет 44, но надеюсь, что в 44 мы летать не будем. Мы же завтра не летаем? Нет. Завтра открытие? Но только из-за того, что открытие. А так погнали бы, думаете? Конечно. А потом у нас холодный фронт обещали, похолодает до 38, да? Да. Да. Похолодает до 38 градусов. Не знаю, реально ли это или нет. Спросите, получаю ли я удовольствие от таких полетов. Ну, не знаю, мне нравится, как Капитан Оптимизм в этой каше работает. Какой-то кошмар. Я бы сейчас обкакался. Все заходят под нас. И так заходят, и всяк заходят. Это, наверное, можно просто видео сделать, пристартовый набор один и на этом закончить фильм. Мы, может, еще чуть-чуть поснимаем сегодня. Например, сегодня первый день, облет планера, подготовка приборов, которые не готовы, как обычно. О, какой кадр. Висит как на хвосте. Да, жарковато. В прямом и переносном смысле. Средний набор полтора метра в секунду. Набрали мы 1300 метров. Сколько у нас здесь разрешенное? Не помнишь? 2800. 2800. Вот таким темпом мы 2800. Ну, не будет сегодня 2800, сколько? О, на голову лезет. На голову лезет. Говнюк. Не люблю. Я тоже не люблю. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять. Ну, еще и справа, наверное, где-то есть тоже. Вот это вот стая. Красота. Так, у нас старт открывается сейчас как раз. Нам же нужно побольше набрать для старта, да? Не будет побольше. Как говорится, ты всегда смотри, как вокруг. Понял, хорошо. Не вижу, кроме здесь одного, в других термиков ни одного выше, значит. Значит, поползем. Нажимаю так. Так, и... И сразу закрутишь, и там внизу будет. Ивент. Есть, нажимаю. Оп, нажал. Да, 1402. Нам начинается, нам с нута чуть-чуть. Ага. Друзья, ввели какие-то новые правила, кнопка ивент. И вот теперь, мы нажав на эту кнопку, через пять минут только имеем право стартовать. Ну вот, видимо, все тоже самое делают. Только кто-то нажал кнопку раньше. Ну, я думаю, вряд ли там все прям ворвутся в бой и тирать куда-то стремиться прям. Ну, наверное, скоро пойдут. Больше не набирается особо. Болот какой-то внизу, смотри, страшного зеленого цвета. Даже там кто-то купается в такой водице. Или просто там плавает что-то. Сам щукой станешь. Ну, вот даже повисит. Ну, может быть. Ну, видишь, да, у них может что-то там и висится. А у нас совсем не висится. Сейчас надпойным лесом мы что-нибудь трубанем, да? А вот здесь, где-то, должны рубить. О, да, смотри-то, да. Друзья, мы тут совещаемся, где поток следующий брать. Высота 900. Не сказать, что это критично, но... Ну, в куб-метр. И, собственно, и все. Ну, может, и не попали. Вот и вся прелесть. Да, ну, давай дальше. Разгоняемся еще. Еще ниже. Ну, что поделать? По деревьям внизу уже 8 лет. Уже пожелтели от жары. От жары, да, поэтому по темным местам надо там. Безумно цветет вода в прудах. Ну, ты при такой температуре. Какого-то совершенно гнойного цвета такого. Или, я бы так сказал, цвета кака. Так и как там рыбы живут. Ну, что-то у них там красиво. Наверное, выбрали фромку. Повыше. Ну, вот и наше второе место. О, прям энергия по жопу пошла. Да, 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 да. Ну, вот. Давай, иди, иди. О, боевой вход. Над домиком лесника. Теперь водом как-то, если ты нахи. Да, ну. Слушай, ты креешь. Слышишь, как мысли читают? Что они читают мысли? Что до первого полетят и обратно. Ну, да. Приборов у меня, посмотрите, сколько. А? О, где? Да я на видео пришел. Сказать, что у меня и на Витер. И не на Витер. И потерпляет. Фух. А есть там подмога на этом маленьком потерпляе? Есть. Центровка. Есть. Как? Ну, в смысле, подмога. Типа куда протягивать? Да. Ну, вот так, друзья, и живем. Ржать, как обычно, с капитаном оптимизм мы делаем. Сил нет сейчас. Мы потом поржем, пока, видите, он сконцентрирован. Когда он сконцентрирован, вот он, смотрите, сидит и не жужжит. Вот. Так обычно байки травят. А сейчас, видите, собран. Как те американцы. В 2018 году. В 2018 году, да. Ой, как он крутит. С каким креном. Тяжко. Пилотирую. Капитан оптимизм отдыхает. Ну, и отдыхает, смотрю, что тут у нас. Да, смотрит, что тут у нас. Ну, водички попил хотя бы. Водичка, да, но... Нормально. Где тут в Макриде мы будем на твоей аппаратуре устанавливать? Смотри, температура пробила. Может, точно у них там иногда бывает погода. А что температура? Пробила, чтобы кромка повыше была. Там какая-то-то была температура написана, не запомнил. Но и термометра на земле нету, конечно. Ну да. Ну все, уходим. Ну, как красиво крутят. А? Капитан оптимизм. 3,7 метра в секунду по среднителю. Про Билу ты говоришь, да? Да. Ну вот. Надо было не спешить за стартом. Не переживай. Не-не-не, я не к тому, что я просто вот так добудусь. Просто мы одни. Не надо вертеть. Шею меньше будет. Про нас в радио ты просто не слышишь. Там впереди левее. Кто-то крутит. Очень высоко. Это ж наши про нас говорят. Ага. Вон, они всей стаей идут мимо нас. Друг за дружкой. И не чует, не чует, что кто-то тут в таком эрике потоки набирает. Ну что... Вон они завертелись рядышком. Может быть, они то же самое сейчас поймали. Вон, хороший поток. Сейчас уже, конечно, до 2,8 метров в секунду уменьшился, но все равно. Не, 2,9. Плотненько кладет спиральки, шеф. Все. Это покидаем мы. Да, видно, вот с этой инверсией стал виден. Вот смотри. Ага. Вот это черную пелену. Все туда. Мы, конечно, можем. Через этот поток ты хочешь пройти? Мы пройдем. Это против ветра будет нормально. Капитан оптимизм спалит. Аж дым идет. Берет, тут такие свечки делают по дороге. Города внизу. Лес исчез. Лес правее. Мы идем к поворотному пункту. Нам сильно в сторону отлили маршрута. Нельзя. Сколько-то поворотников осталось. 36. 36 километров. Понятно. Серьезно с этими. Да, чуть было не залезли в запреточку. Я тут, как это, за штурмана. Дил. И вот на Дил прошли. Вау. Интересно, на спирали мы не попадем в нее? Нет. У меня рисунок. У меня тоже рисунок. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ну, ветром должно, как раз, к ней относить. Ну, да, погода пошла. Кто не поток, то огонь. Подлетаем к какой-то речке красивой. Вот это уже контент-огонь. А то как-то тоскливо совсем стало. К большому городу. Это наш поворотник. Поворотник. Мост, наверное. Мост через речку? Через речку, мост, наверное, будет нашим поворотником. Класс. Но нам уже нужно инвентарь, заодно тут должен быть термик, потому что ветер нам сзади практически термик должен быть. Да. Надо брать, чтобы набрать и сместить на поворотник, да? Классика жанра. Сейчас. Сейчас посмотрим. Большой город, смотри-ка. Центром красивым. Яхтином клубом, да. Все серьезно. Красивое, красивое место. Так, поворотник взят. А подъемной силы нету. Не успел я город сфотографировать. Нам во второй поворотник сейчас чуть-чуть пройдемся. Посмотрим, если что. Тут вот старые петли. По этому лесочку пройдемся и посмотрим, на которой стороне работает. Да, там может, может и там сработает, а может и нет. 8 градусов всего лишь, где авиация, 5 градусов. То есть, вот как раз. Да, внизу купаются все. Красиво. Что за речка интересно? Так, ну сейчас надо... Я сейчас попробую на Кугу Марсе посмотреть. Да, ну интересно тут... Какая петля интересная. Старорусло, что ли? Ну, сейчас будем ловить. Неважно, что, но будем ловить. Ну, понятно. Ну, давай, клевай, клюет. Клюй, клюй. Ну и что, ничего. Потому что тут как-то мне странно работает. Ну, как бы земля тут должна нагреваться, но не нагревается. В Африке всегда, где повлажнее, всегда потоки уходили. Ну, видишь, что в Африке. А как опять она скрыта торгает. Ну, что-то мне не очень нравится. Мне тоже. Так, как летим практически. Ну, сейчас, если сделаешь левее, да, ферму. Видишь, городочек ферма. Ферма, там, город, над этой, может... Ну, сейчас попробуем. Дорога, главное, перегретое. Ну, давай. Мне как жопа чешется. Ну, давай. Чешется за счет. Я думаю, что с этого вот поля мы получим. Потому что... Антипеременческая энергия антрелико, 300 км брекки. Антипеременческая. Фарма мотал. Жалей, нет? Пока поклевочки. Пока поклевочки. Ну, не, не, не крути, тут нечего. Я змейку делаю. Разведывательную. Да, ну, давай. Ну, смотри, как он поднимается. А, тут клуб внизу. Аэродром. Ну, давай, сейчас мы к нему. Ну, видишь клуб какой? Внизу. Внизу. Не вижу, а где. А, да. Ну, вот внизу. Да, слушай, планировок много стоит. Да. Ну, расскажи, расскажи, где твой. Вот, хорошо. Давай, Сев, давай. Покажу ему. Подожди, подожди, подожди. Как работают профессионалы. Отлично. Только в штопор не свались. Я тебя снимаю. А что, штопор? Жалко снять штопор? Нет, я говорю, только не свались. Ну, что, ну, свалимся, снимешь. Друзья, капитан оптимизм, улыбнись хоть. К кому? А, в камере. Хорошо. Ю-ху. И в штопор не свалиться, и улыбаться в камеру. И слишком много требований. Слишком, да. Вот этот планер нам показал поток. Какой-то клубный планер. С вот этого замечательного клуба. Но поток иссяк. У нас 1200. Я думаю, что капитан оптимизм пойдет дальше к облакам. Нет, нам не по пути. А, понял. Ну, попробуем хоть вот так вот через... Не совсем нам по пути, но попробуем. Спасибо тебе, добрый планировочек. Ну, погнали. Погнали, капитан оптимизм. Да, сейчас скажу. На 150, я думаю, консервантинка. 20 градусов. Ну, давай, зацепим еще городишко. Проверим, вот как эти холмики работают. Работают. И полетим домой. Хорошо, понял. А то нам надо еще с аппаратурой поработать. Ну, холмики, друзья, смотрите. Мы тут пришли пощупать, как тут местных горах дают, что дают. Ну, давай, пошли там. Да, они не особо дают. Да, мы сегодня облетываем планер. Вот по таску мы решили до конца не идти. Вот, сходили, поворотки взяли, погоняли, посмотрели. Ну, и хочется еще вменяемыми остаться, подастраивать планер. Есть что поделать. Поэтому с удаления 107 километров мы пошли в обратную сторону. Капитан оптимизм принял такое решение. А кто это такой, чтобы ему противиться? Слушай, там прямо такое вот здание квадратное. Замок такой в центре. Посмотри. Я не вижу, я смотрю, где набирать. А ты смотри. Хорошо, а я буду смотреть. Хоть раз побудь. Ну, вот сейчас смотри-ка, стоять же, думаю. Ты хоть пройдешь через них? А? Попробуешь через них пройти? Ну, сейчас. Ничего хорошего у них не должно быть, потому что мы без... Я так понимаю, что они вот как раз пытаются... Аэроклуб с этого города работает? Нет, это уже наше. Аркус, чтобы... И там 18 метров. Короче, ничего тут у них между нами, говоря, нет. Ну, пошли вот там, где набирали, наверное, да? Мне кажется, да. Ждет город. К аэродрому тому. Да-да-да. Ну, сейчас, сейчас, может. Что-то тут. Ну... Ну... Это как и на Колмике. Но вот тот приходит с аэродрома. По этой... С этой стороны. Ну, понятно. И будем... Будем надеяться, что не собьет. Потому что вот в таких маленьких, ну... У них-то нету привычки в стаях. Ну, да. Ну, а красиво арку смотрится. Угу. Танго Чарли один. Танго Чарли это, может быть, что-то будет итальянцы. Ну, короче, поехали мы отсюда. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Согласен. Погнали. Идут на ту же точку, где мы набирали. Да-да-да-да. Остался поток здесь или нет? Ну... Ну... Ну, как-то не остался. Полетели к нашу. Да-да, карта покласса. Вечер перестает быть томным. А? Вечер перестает быть томным. Вот здесь. Ничего. Нет. Здесь где-то мы брали. Ну, держи. Ну, взял. И будем сейчас чуть-чуть мучиться. Потому что... Тут такой регион. Да. Опять перелетаем в речку. Снова у нас 800 метров. Ни о чем. О-о-о-о-о. А-а-а-а-а-а-а. Хм. А-а-а-а-а-а-а-а-а. У-а-а-а. Давай. Давай, все тут уже. Нет, не дарим, не комик. Прям. Большой мерин. а вот это правда можно если что на площадку искупаться вы приземляетесь в те места, в которые хочется приземлиться? я всегда говорю, мы можем но на самом деле мы никогда не приземляемся, обычно на аэродроме а сейчас прикину так, на вот это вот косвенное поле в долевике, которое аккуратненько прийти искупаться лучше туда, там но потом, представляешь, ехать как-то, отбираться в аэродроме, брать теледло, разбирать план а что ты думаешь про проблемы, которых еще нет? не, 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 я так даже фантазил для глупоглаза ну а тогда взлетать будем с этой ну в принципе данный мотор не взлетит это бутыру поле, с которого точно не взлетит ну в общем, не гей ну а если доберемся до аэродрому, да? то рядом с аэродромом такого же цвета там есть пруд ну а то же такое цвета а ну в принципе он такой же цвета как и в весне тут все бросили мы поток, друзья, но набрали 200 метров шеф, какая идея? нет, забраться, как говорится, из этого от термичного района да, уходить отсюда места гиблое от окупации какая местность? да, путик и ты поврешь такая низкая высота очень нравится глубоположаемым любителям летных видов спорта а то обычному высоко а тут бы низко и они могут все разглядеть поля и крыши все черепичные ну это, кстати, похоже на какой-то а-ля какой-то дачный поселок там же большой город у тебя как-то нет вроде, наверное, город ну это нормальный поселок да, вот песчаный овраг как раз видно, как идут полосы ну будем надеяться а с левой стороны болото свет воды, конечно, ужасный может быть даже какой-нибудь пруд рыболовецкий такие высоты, что прямо над лесом да, с учетом того, что у нас с первого раза мотор сегодня не запустился не хотелось бы ну и смотрим, как обычно, площадку для того, чтобы если что, продемонстрируется ох, низенько, муни-низенько уже елки все видны высота у нас 700 метров проще нужно брать поток ну, 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 уже прямо, прямо под нами друзья подобрали площадку для захода и посадки воздуха если что у нас 50 и до 15 метров по воде по капельке куда-то пытается обрывать ох, и что-то искать ну да, вот, минуса-то какие? минуса-правы да, так да, так лес, лес кругом Не только лес. Сейчас, я ему аэродинамику испорчил. Сразу видели, как я его подразнил. Сразу бац. Бац, бац, еще рано. Вот то длинное поле для посадки. Да, 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 поле у него приметил тоже. Ну вот здесь, кстати, обнули. О, нет, полтора. Узенький очень. Он зреет, зреет, зреет явно. Говори. О, шеф, ты же можешь. Что, испугался? Я думал, что я отманиваюсь от мазера. Три, пять метров. Четыре метра в секунду. Друзья, вот то, что мы набрали, ну вот, шестьсот метров те же мы из Киев сразу. Бабыгарские у нас кофе попали. И варим, устарим, рис. Без нас на силу. Ты бы спорить давай. Бабыгарские у нас на силу. Бабыгарские у нас на силу. Здесь, как бы, реально. Ну вообще, вот, не успеть застенялось делать, и все. Да. Короче, то поле, если что. Нажато. Может, справедливо идти просто, поменять направление. Ну так, поперек, поперек этого. Все, 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 спокойненько. Ну, конечно, спокойненько. Тебе звонят? Наверное. Ну, дальше, ну, сам потеряешь на мое. Совсем. Тебе тут красивая песчаная поляночка. Во. Во. Могу выключить этот. Телекометр? Нет. Движка. Тебе, посадить эти, конечно. Да. Каждому. Ножок поднимай, я. Давай, давай, ты. Я пилотирую? Да. Давай. Давай. Флажок поднимаю, чтобы. Чтобы не забыть, да. Давай, давай, ты крути, крути, да. Ну, погнали. Ну, ты только меня хвалишь, а? Потому что если меня не хвалят... Да, 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 я тебя похвалю, давай. Ты хочешь, да, пропали. Но я и так набрал 740 метров. Да, ну, мы сейчас только на половине рабочей высоты, то, что сейчас территория, так что... Да, 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 хоть чуть-чуть набери. Ну что, а кроме того, 57 километров, 730 метров надо фирмовать. Друзья, капитан оптимизм набрал долет. Не долетим мы по расчету тебя плохой, потому что надо учесть, что Макреди ставить два с половиной. Ну, по Макреди два с половиной, осталось сейчас 34 метра выбрать. Ну что ж, мы на долете, 3 метра, когда летаем до аэродрома, консервативная скорость 150 километров в час. Шпарим домой. Никто планером не управляет. Капитан от оптимизма сказал мне рулить, а мне лень. Вот сейчас я брошу ручку, и вот он сам летит. Ой, какая халява, можно сказать. По прямой лечу и добираю 4 метра в секунду в широченном потоке. Не то, как 2 с минус 5. Да, вот кому надо за ручку держать. Слушай, Душев, ну посмотри, я же не вру. Летим по прямой, чистое небо, 5 метров, и крутить не надо, потому что домой летим. Ну, ты посмотри, как вы широкий. Друзья, вот я вот ставлю прям видео, чтобы вы понимали, насколько широкий бывают потоки. А мы летим на 120, извините, 35 метров в секунду. Ну вот, начинаю разгоняться, 150 метров, и то он еще хвостик остался. Вот, но это я уже не буду. У нас избыток высоты 450 метров, уходили в ноль, пролетели каких-то 20 километров, и я набрал аж 400 метров запаса. Вот, смотри. Индия-Виктор, 6 километров. Индия-Виктор, да, Капа, 10 километров, 6 километров. Сейчас выпускаем. Сейчас это потом. Сейчас надо поснимать. Поснимать для красивей, когда снизу, видите, как старается, капитан, оптимизм. Видите, одна камера накрылась. Ну, хочешь лендинг, лендинг будет красивее. Вот так. Тормоза, тормоза-то будешь использовать? Вот, воздушные. Все, все отдал Сефу, так как сдохла одна камера. Мы тяжелые, учти, 850 килограмм, так просто не останавливаются. Ладно, 800, 700, 97, 93, если уж быть точным. Ой, друзья, как бы страшно, когда приземляюсь. Не я, да. У меня сейчас все сжалось в моем этом, как его зовут? Забу. Дыхание сперла в Забу. Ну, так. Идет красиво. Я надеюсь, козла не сделает. Тень наша нас преследует. Закрыл воздушные тормоза, и сейчас будет аккуратненько касаться. Смотрим. Висим, висим, висим. Ой, ну, заход профессионала, ничего не скажешь. Этодром, правда, кривой. Бэм, 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 бэм. А ведь отормозить-то будешь? Да. Ой, красавчик. Ой, молодец. Какой бы я вас. Знаешь, как страшно, я единственный, ну, смотри долево. Ты единственный, кого доверяю посадку.